Мы на месте. Мы приветствуем Андрея. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Яду и командую на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Андрея под ногами 360 градусов вокруг него. Скеннер сканирует 7 тонких тел Андрея, находит все. У него неупокойная душа. Неупокойная душа. Неупокойная душа перемещается в клетку. Больше ничего? Нет, он чистый. Хорошо, неупокойная душа. Представься, как к тебе обращаться? Она очень трудно формируется. Она из энергии каких-то плотных белых. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мария. Мария. Хорошо, Мария. Почему ты присутствуешь в биополе Андрея? Он указал мне путь. Куда? К душам моего уровня. Она все это показывает, телепатически передает. Как давно ты закончила свое земное воплощение, Мария? В каком возрасте? Она говорит, я энергия. Наверное, давно. Уже не помнишь? Я помню себя энергией. Человеком не помню. А с какого ты объекта? Ты знаешь об этом? С какого мира? Арктур. Арктур, хорошо. Тогда никаких проблем нет. Ты хочешь, чтобы мы тебе открыли портал, светлый портал в Чистилище? Она не в Чистилище хочет. Она хочет на другой уровень, на уровень Арктуры. На уровень Арктуры ты можешь перейти только после портала Чистилища. Это светлый портал. Там ничего страшного нет. Тебя встретят и отправят дальше. Она просит открыть какой-то портал. Любой. Дальше она разбираться. Там дальше будет. Хорошо. Открывается светлый портал в Чистилище. Один, два, три. Мария идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее любили и знали, по ту сторону, встречает Мария. Желание всего наилучшего. Встречает ее? Да, ее встречает. Куратор? Я не знаю, кто он, куратор ей или нет. Она состоит как такой кристалл. И сверху форма человека. Такой же встречает ее субъект. Она зашла в портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Это неупокойная душа пришла, потому что она знала, что будет проходить чистка, и что мы можем ей помочь открыть портал. Поэтому вот она так и пришла к Андрею. Ничего в этом страшного нет. Идем дальше. Значит, неупокойная душа. Все остальные, никакие больше каналов у нас нет. Да, Вера? Нет, он чистый. Хорошо, Андрей. Мы закончили вашу проверку. Все чисто. Вы хорошо работаете над собой. Неупокойная душа. Как я и сказал, она пришла, в принципе, к нам, потому что она знала о чистке. Мы единственные, кто можем им помочь. Поэтому они часто приходят к нашим клиентам. Как вы себя чувствуете? Он показывает вокруг него меркаба. Ему очень нравится это. Она его защищает. Отлично. Сейчас мы будем поднимать сюда вашего сына Даниэля и проведем его чистку. Даниэль выходит из биоробота, становится рядом. Если в его биороботе присутствуют чужеродные растяжки, голограммы, копии, подключки, артефакты, они становятся видимы и выходят из его биоробота. У него есть растяжки, они как упругие такие, веревки. В биороботе? Он их вытягивает, выходит, вытягивает. В биороботе были растяжки? Да. Хорошо. Они такие плотные, упругие, как пружины, чем веревки. Да, энергетические. Все забрал? Все забрал, да. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Даниэля в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с его тонкой купи и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Даниэля. Он идет к папе. Мы спрашиваем разрешение у папы на диагностику и чистку Даниэля. Да, он дает разрешение. Хорошо, эти растяжки идут в клетку тюрьмы. Ну, посмотри, что еще находится в его биополе, что мешает работе. На лице у него, на голове, что-то конструкция. Скэнер подсвети эту конструкцию над головой вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все, что подключено к этой конструкции на голове, подсвечивается красным цветом. Скэнер видит это четко и ясно. И скэнер начинает отключать, выводить эту конструкцию полностью вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все, что к ней подключено до последнего. И выводит, формируя это в шар перед ним. Как шар сформируется, отправляя в клетку тюрьму. Это больше как пластина. Пластина. Голова, руки, по телу идет вниз. Хорошо. Добольно серьезное воздействие, если это не родовое что-то. Или с прошлой жизни. Готово. Больше ничего не мешает? Нет. Отправляя в клетку. Даю команду. На счет риск, скэнер сканирует пространство над головой Даниэля, под ногами 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы. Мои ответственные за эти подключки воздействия энергии, притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Даниэля, находит все. От растяжки конструкции выстраиваются каналы к ответственным и притягиваются в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. У него гуманоид и черт. Какой гуманоид? Откуда? Сорион. Орион. Выстраивается каналы от гуманоида, если он с кем-то еще связан, притягивается в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Ни с кем не связан. Что ты делаешь в этом биополе, космический паразит? Овладел, идет слово. Овладел. Контракт у тебя есть? Овладеватель. Нет. С ним нет. То есть ты практически напал на него и воруешь его энергией, отравляя его биоробот своими энергиями. Это не совсем воровство. А что это? Если у тебя нет контракта, что это такое гуманоид? Я создаю гуманоидоподобную расу. А, ты себя считаешь за творца, да? Соединяя ДНК гуманоида и человека. Для этого на это надо тебе согласие того, с кем ты собираешься соединять что-то. У тебя этого согласия нет. Ты понимаешь, что ты сейчас находишься его заложником. Не он твой заложник, а ты его заложник. Тебе это понятно сейчас? Большая работа была проведена. Какая бы она ни была, это работа, он в состоянии тебя уничтожит. Если он мне даст команду, тебя уничтожит. В моих руках появляется живая плазма. Один, два, три. Я тебе этот шар сразу засуну тебе в рот. Если он мне даст команду, верну тебе это все. Ты все это получишь. Тебе лучше не вмешиваться в генетические эксперименты цивилизации. Ты это мне говоришь? Я это тебе говорю. Ты вмешался. Убираешь шар с живой плазмой. Гуманоид получает удар 150 тысяч герц. Следующий будет полмиллиона. Ты находишься в клетке в тюрьме. Посмотри, где ты находишься. Не тебе здесь ставить условия. Это неприятные энергетические потоки. Еще будет неприятнее, если ты будешь точно так же пытаться мне сказать, что мне делать, а что мне не делать. Ты находишься на чистке. Ты паразит и захватчик, который зашел в биополе ребенка, которому 10 лет. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Присутствует 3,5 года. От тебя у него экзема кожи от твоих энергий. Очень сухая кожа. Это от твоих энергий? От твоего воздействия? Он находится под постоянным присмотром и воздействием, как тепличное растение выращивается гибрид. Он под постоянным наблюдением и излучением. Еще и излучение идет на него. Понятно. Хорошо. Скажи-ка мне гуманоид. Платы. Платы, конечно. Да. Скэнер, просканируй сейчас. Даниэля. На чистоте гуманоида и его конструкции. Если еще что-то осталось, что мы не вытащили, выводи это из биополя, отправляй в клетку тюрьму. Отключается полностью все платы, все выходит. У него вышло все. Энергия в нем есть. Они как ртутные, так же, как вот эта плата, которую мы вывели. Хорошо. Энергия сейчас в нем находится. Тогда давай сейчас сделаем следующее. Первый вопрос у меня к Андрею, к отцу Даниэля. Андрей, вы хотите дать откат гуманоиду и вернуть всю эту боль, чтобы он ощутил на себе, что он причинил вашему сыну? Конечно, пусть получит по заслугам. Ну что ж, гуманоид, я ожидаю сегодня замечательная программа. Ты сегодня испытаешь на себе последствия своих действий. Как ты сказал, постоянно ты это все испытаешь не три с половиной года, а в течение одной минуты. Посмотрим, что будет дальше. Вы нарушаете закон. Ты уже нарушил закон, войдя в чужое биополе и попытавшийся украсть свободу воли человека, вернее свободу, право распоряжаться своими энергиями. Ты нарушил очень много законов мироздания. Тебе объясняют в другой инстанции, что ты нарушил. Моя работа заключается в том, что я делаю. Я хочу попасть в эту инстанцию. Если ты до нее дойдешь, ты сейчас через меня должен пройти, чтобы туда попасть. А чтобы туда пройти, надо закончить процедуру. Даю команду тонкой копии Даниэля спроицировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. Сущность и каждый подходит к своему каналу. Выстраиваются также каналы к этой конструкции, пластинам и растяжке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии от всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Даниэлю. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Какой у нас черт, Вера? Пока реверс идет. Пять. Что ты делаешь в этом биополе? Поживиться зашел. Недолго я присутствую здесь. Три месяца всего. И у тебя еще есть желание остаться здесь, в этом биополе? Нет, я лучше пойду. Придет время, пойдешь. Сколько ты находился? Тару месяца? Три месяца. Три месяца. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готова. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Даниэль забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Даниэль себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из растяжки конструкции, пластин, череперодные энергии. Все, что на чистоте Даниэля находится мощным потоком, пошло назад. Что идет, Вера? Посмотри, пожалуйста. Энергии идут по чакрам. И человеческая энергия возвращается. И человеческую тоже воровал. Понятно. Не воровал, соединял. Хорошо. Сегодня я тебя соединю с последствиями твоих действий. Верещава. Как бы ты это ни называл, это воровство, это преступление, ты будешь за него отвечать. А у него знаешь, в голове что-то фантомное есть. У ребенка? Пластины, да. Хорошо. Выдавливаю этот фантом на счет. Три, один, два, три. Фантом выходит. Крепления какие-то. Вышло? Да. Открывай воронку в галактическое ядро. Крепление уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готовый реверс закончился. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Даниэля на чистоте гуманоида, его конструкции, его растяжек. Не осталось ли что-то незамеченное, что мы еще не убрали? Чисто. Черт. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. Отключайся, возвращайся назад. У него в ногах он вытащил. В ногах. В ручке. Хорошо. Все убрал? Да. Даю команду на рассинхронизацию Даниэля с гуманоидом и его артефактами и чертом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Даниэля этим светом. Выдавляет из себя все негативное патогены, низкая аббрационная остаточная энергия на частотах интерферентовых подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ним шар. Выдавливаем из даниэляточной энергии гуманоида, ртутной энергии, пошли в шар. Его вырвало. Ничего страшного. У него привкус был какой-то всегда. Конечно, привкус будет при таком воздействии, облучении. Вышло все веро. Зато шар, да. Большой? Нет, небольшой. Как маленький мяч. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергией Даниэлю отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1-2-3. Удар отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Итак, Андрей дал свое согласие на откат. Я обращаюсь к Даниэлю. Даниэль, ты хочешь вернуть всю эту боль, которую ты испытывал 3,5 последних года. Все эти дискомфортные ощущения. Все, что тебя мучило назад. Страх больше всего волновал. Он чувствовал все эти энергии вокруг него. Контроль он чувствовал. Не может понять, откуда он идет. Хорошо. Вот контроль стоит в клетке-тюрьме. Даю команду. На счет 3 устанавливаются все эти растяжки и конструкция гуманоида на самого гуманоида. 1, 2, 3. Устанавливаются пластины на гуманоида в тех же местах, которые устанавливались. Выстраиваю прямой канал от Даниэля к гуманоиду. И на счет 3 в течение одной минуты Даниэль возвращает назад всю свою боль, которую он получил от гуманоида. И его подключик за 3,5 года в течение одной минуты. 1, 2, 3. Пошел откат. Заканчивается автоматически, когда 100% и не процентом больше вернется назад. Ребенок поднял руки к голове. И он осознанно настроил по каналу эмоции. Как строил такой поток. Молодец. Осознанная душа ребенка. Все, возвращай назад, Даниэль. Это твои энергии. Ты имеешь полное право защищать от всяких преступников. Готово. Хорошо. Отключай канал. На счет 3,1,2,3. Удар. Отлетает в каналы. Открывай воронку. В галактическое ядро каналы уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Как он стоит там еще? Он стоит, но у него поток пошел в голову. И он затуманен весь. Он как подконтрольный тоже стал. Вот и ты теперь подконтрольный гуманоид. Как все обернулось? Называется «Причинно-следственная связь». Сидел бы ты у себя на Орионе и не портил жизнь другим, все было бы у тебя хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Он натупел, он просто тебя слушает, улыбается. Ли на связи. Ли, я приветствую тебя. У меня здесь паразит гуманоид Сариона. Три с половиной года сидел в ребенке 10 лет. Никаких контрактов у него нет. Облучение шло. Установил конструкцию, установил пластины. Растяжки мы вытащили из биоробота. Полнейшее воздействие. Он говорил, он какой-то эксперимент делает. Согласие отца и согласие ребенка. Они сами вернулись, сделали откат. Хорошо сделали, но платы нужно будет убрать. У него в спальне есть платы там, где он спит. Сейчас сделаем. Когда он их успел установить? Мы чистили квартиру, Вера? Ребенок в ней не живет. Все понятно. Хорошо. Сейчас здесь все сделаем. Уберем. Открывая прямой канал в квартиру, где живет Даниэль. Один, два, три. Ты видишь эти платы, Вера? На потолке. Отлично. Срывая силами его, намеряем все эти платы до последней. Вместе с энергиями плат вытягивая это все, летит в клетку тюрьму. Да будет так, а так и есть. Не таким же артудным цветом. Готово. Закрывая, печатая, растворяя портал. Ли мы убрали платы. Они его забирают. Она говорит, что мы бы тоже убрали, но этого больше времени заняло. Без проблем. Я их могу уничтожить или они вам нужны? Можешь все уничтожить. Под всеми подключками гуманоида и этими платами из квартиры открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Гуманоида забрали. Хорошо. Даже не попрощался. Остался черт, да? Угу. Ну что, черт? Не страшно тебе? Страшно. Ты все, три месяца сидел, пусть тебе будет хорошим уроком. Готово уходить? Готов. Ты находишься в той квартире, где живет ребенок? Порталами пользуюсь. Хорошо. Я тебе рекомендую все собрать в этой квартире, пока мы туда не пришли. Особенно в комнате, где живет ребенок, чтобы он не соприкасался с твоими энергиями. Потому что в случае проверки я тебя вытащу через 2 секунды. Если я тебя вытащу, то, что было с гуманоидом, это будет так, вообще ничего, понимаешь? Первый раз я отпускаю, пусть тебе будет уроком. Второй раз я наказываю. Поэтому заберешь все, что ты оставил в этой квартире, уйдешь тихонечко через порталы, пока они открыты. Все понял? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печаты, растворяя. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая. Поехали дальше. В автоматическом режиме приступает к их удалению. Пока магнит работает, я расскажу про Грегор. Он напоминал что-то медицинское, это или крем, или таблетки, или мазь какая-то. Мазь, мазь. Для того, что запах какой-то был. Специфически, да. Да, и ему шла информация, что если что-то будет использовать на биоробот, то оно должно состоять из трав, как можно больше приближенное к природному строению. Понятно. Хорошо. Не химия, а именно лечебные травы. Да, вместе с энергиями изнутри он излечится. Магнит готов. Переходим сразу к закачке энергии, подъема и вибрации. Посмотри, сколько энергии нужно Даниэлю и какая частота вибрации. 160. 14. На счет 3 макушку головы Даниэля начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 160% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает все необходимые ему цвета. Начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 14 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, и давай перед тем, как мы закончим, сканер, просканируй, пожалуйста, Даниэля. Включи медицинскую программу и в местах, где у него дисбаланс, проведи лечение, сожги эти микробы, вирусы, которые там могли еще остаться вместе с их фантомами. Если что-то останется, выводи. Приступай. Найдет информация, что все, что нужно было сделать, ему было сделано. Он получил немного больше энергии вибраций, чем ему нужно. Эти энергии изнутри его будут излечать. Благодарю куратора за информацию. Хорошо, тогда сканер закончит. Готово. Даниэль, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас, без этого всего? Очень свободно, насыщен энергией. Вижу свой стержень. Отлично. Будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и у тебя начался процесс исцеления и заживления. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Даниэля в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и зеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Андрей, вы правильно сделали, что вы привели сына на чистку, потому что с этой сущностью, которая сидела она очень сильно, она бы не дала ему нормально жить вообще. Сейчас мы возвращаем и вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и зеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Поднимайся в комнату диагностики.